Добрый день, дорогие друзья! Добрый день, уважаемые радиослушатели! Интернет-портал радиоцентра Сангейтс продолжает свою программу. Сегодня вторник, 25 октября в Чикаго, 11 часов утра на западном побережье в Калифорнии, Лос-Анджелес, Сан-Франциско, 9 часов утра, полдень на восточном побережье Нью-Йорк, Вашингтон, в Москве. В это час 7 часов вечера и у нас на связи, как всегда по вторникам, Лос-Анджелес, доктор Борис Увайдов. Доктор, здравствуйте! Здравствуйте, друзья! Да, ну мы продолжаем тему, которую начали в прошлый раз. Это подагра, мигрени, ревматоидный артрит, просто артриты. Ну и те последствия, которые могут причинять неудобства тем людям, которые заболели, это еще не ограничивается этими болезнями. Давайте, доктор, тогда мы продолжим. И в чем тогда вопрос? Какие еще побочные последствия, хотя сами по себе эти болезни достаточно серьезные? Да, значит, как последствия у людей возникают различные явления со стороны сосудистой реакции в виде мигрени и головной боли. Мы уже затрагивали этот вопрос. И подагра, это и есть зашлаковка, это и есть дегенеративные процессы во всех органах, печени, почки, селезенки, различные нарушения в системе, значит, капиллярной системы выделительных органов, включая кожу, значит, там происходят тоже дегенеративные процессы. Особенно нарушается мозговое кровообращение. Мы знаем, что каждую минуту, каждую секунду, значит, в мозг подходит, значит, артерия и выносит плохую кровь вены. И вот это вот обмен веществ постоянно. Каждую минуту и секунду требуется определенное количество питательных веществ для функции нейронов головного мозга и выхождения вот этих ненужных элементов продуктов обмена. И если будет какое-то замедление, и если будет какая-то зашлаковка, то это будет выражаться в различных клинических проявлениях в виде мигрени, головной боли, слабости, апатии, депрессии и других ментальных расстройств и физических. Вот. Так вот, вот эта подагра или же артроз или ревматной артрит, главная причина одни и те же. Это накопление продуктов обмена, это накопление молочной, да, и молочная кислота, и оксаловая, и щавелевая кислота, а самое главное, это есть зашлаковка мочевой кислоты, которая постепенно, накапливаясь в крови, кислота превращается в такие белые кристаллы, которые давят на нервные окончания, они выходят в мышцы, увеличивается давление, воспалительные процессы, стильная боль. Вот. Нарушаются вот суставы, колени, руки, все отдаленные места. Да. Доктор, у меня тогда по ходу дела вопрос. Ну, если это вот действительно так, и я сам вот здесь чувствую в шее, это отложение солей, это понятно, но от этого можно избавиться, в общем-то, или нет? Конечно, можно избавиться. Ведь наш организм, он очень прочный, он рассчитан минимум на 150 лет, согласно всех ученых, которые доказали, что если дать человеку человеческие условия, нормальная среда, пища, да, нормальная органическая, свежий воздух, физический труд, он не будет болеть практически. А если заболеет, он восстанавливается, он всегда побеждает. Это есть мудрость человеческого организма. Ну, а какие... Да. Лекарства делятся на химические и органические. Бог, если создал органические лекарства, мы можем помочь себе этими лекарствами ускорить восстановление. Но выздоровление идет через очищение. Очищение идет через обострение. Поэтому у врачей натуропатов, значит, закон здоровья, выздоровление не может без процесса очищения. И реакции. Хилинг-кризис. Это кризис, который дает нам признаки того, что общая энергия повышается, а организм работает на выброс всех этих шлаков, засорений, слизи и тактичных элементов. Нужно время, нужно терпение. И нужно помочь нашему организму различными манипуляциями. Я расскажу тебе один случай, Миша. Это было в Нью-Йорке. До того, как я эмигрировал из Ташкента, у меня там была одна клиентка. У ней была мигрень. Десять лет она болела. Естественно, тоннами пила эти лекарства. Заглушали. Временное облегчение. Все. Но потом опять. Потому что причина-то остается. Официальная медицина не способна убирать корни. Она просто заглушает. И, значит, я тогда применял систему Залманова. А у него была система, значит, гирудотерапии, пиявки и другие комбинированные лечения. И я запустил эту технику. И вот, когда ставишь пиявки за ушами, после того, как они отпадают, кровь не останавливается. Она не останавливается, ну, где-то, может быть, 10-12 часов. Не останавливается где? Ну, она не может остановиться, потому что это разжижается. Кровь настолько, что она будет продолжаться, ну, максимум 12 часов. И это потери, это небольшие, я имею в виду. Организм быстро восстанавливает в течение, там, недели, 10 дней. Но когда кровь выходит, вот эти шлаки выходят, и венозный застой уничтожается, очищаются кровеносные капилляры на высшем уровне. Так после этой техники, вот, я эмигрировал, 10 лет у ней не было мигрений, головных болей. Как я это знаю? Я когда работал в Нью-Йорке, они эмигрировали, тоже в Нью-Йорк, эта семья. И сын меня искал много лет для того, чтобы сделать повтор. Так я ей спросил, сколько у тебя не было вообще головной боли? Она говорит, около 10 лет вообще не было головной боли. Это, вот, запустил я эту технику, залманывала. И у ней было все нормально, 10 лет человек наслаждался. Одна манипуляция. Какая сила в самом организме? Борис, ну, это только одна такая вот манипуляция? Один такой рецепт, что ли? Нет. С пиявками? Или есть еще? Нет, нет, нет. Помимо пиявок, я ей дал специальные слабительные. Есть разные типы слабительных. Я ей дал клизмы, я ей дал специальные манипуляции. Ведь вот эти зажимы и нервы, которые идут из головного мозга в разные органы и системы, они тоже поражены. Их тоже надо восстанавливать. Густая кровь, надо ее разжижать. Значит, я ей и травы дал, крови разжижающие. То есть, должен быть комплекс. И это вот головная боль, простая головная боль, имеет много причин. И мы говорим, одна из главных причин. Но там есть другие причины. Как малокровие, нехватка микро-макроэлементов, пораженный кишечник, катаральное состояние желудка, нарушение и сбои в печени, в селезенке, в почках. Вот это все надо восстанавливать. Тогда головная боль пройдет. Но они это делали в течение месяца все, полтора. Женщина была молодая. Поэтому у нее все прошло. Другим надо три сеанса сделать. Значит, три месяца получается. Как будто полгода. То есть, мы сейчас не говорим пока о пьявках, да? Просто методика, просто другой рецепт, скажем, да? Да, есть разные техники. Вот одна из техник, вот, выдающиеся ученые, видите, вытекают. Вот. Он тоже врач, да? Ну, как говорится, профессор медицины, ортодоксальный врач. Но он занимается альтернативной медициной. Он тоже самое говорит. Нужно очистить организм. Вот. Убрать всю эту зашлакованность и устранять главные причины. Тогда не будет головной боли, не будет мигрени, не будет этих побочных эффектов, как подагра. Вот. Все идет от крови. Поэтому, когда больные хотят вылечиться, там, выпив какое-то там зелье, или взять какую-то таблетку и быть здоровыми, это показывает, что они практически не понимают, как устроен организм и что надо делать, чтобы восстанавливать эту систему. То есть, законы здоровья игнорируются. Они не преподаются. Кстати, в мединституте эти законы полностью убрали. Законы здоровья. Которые применяли все цивилизации древности. И буквально их убрали где-то 150 лет тому назад. Понятно. Хорошо. Какие могут быть еще побочные эффекты вот этих заболеваний? Практически, когда поражаются кровеносные сосуды, вот, забиваются эти сосуды, нарушается кровообращение. Вот представь себе, вот все болезни идут от нарушения кровеносной системы. Или же называется капилляропатия. Значит, капилляропатия и является главной причиной всех хронических заболеваний, включая онкологию. Из-за этого развиваются вирусы, бактерии и паразиты. Значит, говорит, там вся диагностика, да, там язвы желудка, потом гепатиты, болезни почек, болезни печени, дальше, допустим, ревматизм. Это все проявления главных причин. Которые я сейчас сказал. Вот. Теперь искусство, как чистить кровь, как чистить клетки, как чистить мифатические сосуды, вот, это все уже известно. И врачи-натуропаты уже давно написали много книг, и профессора, как я уже показывал, был такой профессор Перет, Вот он, видишь. Он был директор крупной санатория в Германии. Вот. И он, это бывший онкологический больной, сам себя вывесил. Он, значит, рекомендовал поститься на фоне постов, организовывал там очищающие системы. И колония Киригейшин у него была, и бесслизистая диета знаменитая, масса, значит, мухолы сдает хилинг систем. Перевели на русский язык его. Профессор Эрек. Вот. И все это восстанавливается, излечивается, если человек исполняет вот эти домашние задания, ступенька по ступенькам, и начинает вести очищение, вместо того, чтобы заглушать все эти процессы. Значит, допустим, у человека болит нога. Что нужно делать? У него, допустим, косточка, там, значит, прорастают вот эти соли. Вот. А там какие? Не только мочевая кислота, и там и кальций, который собирается, вода, как если жесткая вода, там очень много тоже неорганических и органических соединений, тоже все забивает наши составы. Значит, прежде всего, надо разжижить кровь. Если человек боится пиявки поставить, или не знает, как поставить пиявки, ну, везде эти лекари есть. И, притом, и в Союзе, и там, на Украине, везде, в Европе можно достать пиявки, притом за небольшую сумму. Это в Америке все дорого. Вот. Хотя тоже можно достать. Одна пиявка в Америке стоит 8 долларов. Вот. На Украине одна пиявка стоит 26 гривен. И, притом, в аптеках, естественно, можно все достать. Так вот, если человек боится пиявки, есть такая арабская медицина, называется хиджама. Хиджама – это древняя арабская медицина, которая, значит, применялась и применяется в настоящее время как, значит, фактор детоксификации. Значит, в крови собирается очень много продуктов обмена. И из-за того, что густая кровь, она там застаивается, проявляет воспалительный процесс. Они что? Они ставят банки в этом пораженном органе или системе. Вот. И когда банка насасывает, получается, как бы венозный застой. Потом они делают прокол, бритвочкой или же вот этим прибором, который прокалывает кожу и обратно ставят банку. И оттуда выходит вот эта венозная кровь, которая и поражает обмен веществ, нарушение. И таким образом сразу человек чувствует облегчение. сразу уменьшается воспалительное явление и клиника и все эти боли начинают уменьшаться. Даже после первого раза больной не испытывает такой резкой боли, как он испытывал. поэтому я также рекомендую после пиавок сделать хит-жану. Тоже в Европе, в Америке тоже распространено это. А существует ведь аспирин, который разжижает кровь? Или вы не рекомендуете? Да есть натуральный аспирин. Натуральный аспирин это Ива или Тал. White Willow Bark. Совершенно верно. Но тот аспирин помогает, но он дает побочные эффекты. Как любое химическое средство, естественно. Зачем эти побочные эффекты, когда Бог уже сотворил натуральный аспирин? И он работает так же хорошо, так же хорошо работает, как и химически, без побочного эффекта. Понятно. Хорошо, но я знаю, вы рекомендуете еще такую диету, лимонную что ли, диету. Во-первых, надо отказаться от местных изделий, правильно? Ну, конечно. Потому что никакие органы пищеварительные при заболеваниях неправильно работают. То есть нужно пустить организм на малые обороты. Это значит, нужно ограничить себя продукты животного происхождения, да, мясо, рыба, яйца, маргарин, вот, не есть вот эти вот креветки тоже, бобовые, не потреблять напитки, сахарные напитки, кофе, какао убрать, черный чай убрать, зеленый можно, вот, целебные травы нужно, рекомендуется. Значит, надо убрать все эти дурные привычки, естественно, курение, вот, вино, красное вино, вообще все эти спиртные напитки надо убрать, потому что они провоцируют и расширяют как бы кровеносные сосуды, и поэтому могут быть приступов, вот, если человек не может уйти, он должен идти к гипнологу, который бы уберет эти дурные привычки, потому что эти привычки развивались очень долгое время, они уже при страстие, и человек не мыслит, как же он может без кофе жить, поскольку это наркотик, вот, или же без пельмени, ватрушек, все мучные продукты, которые клеят кровеносные сосуды, и кишечник надо убрать, все мучные, ну, немного оставить хлеб ржаной, или лепешки из кукурузной муки, так немножко можно, вот, потому что кукуруза имеет наименьшее количество глютена, вот, зная законы здоровья, но человек сознательно не будет себя травмировать и вредить себе, единственное, почему он не хочет уйти от этого, просто пристрастен, а человек слаб, у него очень сильная воля от рождения, но потом эта воля как бы атрофируется, потому что она не тренируется, как мышцы, и человек находится вот именно в рабстве этих привычек, потом он сидит постоянно, ему нужно двигаться, без движения эллипатические сосуды, эллипатическая кровь не будет выносить эти шлаки, и любые застои, они содействуют именно болезням, вот, то есть нужно поменять свой образ жизни, свое мышление, а это уже метафизика, то есть метафизика это состояние, когда человек сознательно меняет свои привычки, свой образ мышления, образ жизни на правильный, с неправильных на правильный. Но давайте вспомним, что нам говорит Библия, а Библия нам говорит вот что, сначала нужно осознать, что человек ввел неправильный образ жизни. Значит, зерно, падшее на землю, если не умрет, оно не прорастет. Первый человек должен осознать, что он все делал неправильно, и он заработал болезнь из-за того, что нарушал эти законы, психологические, физиологические, духовные. он должен осознать, что он должен умереть к этим привычкам. Смерть это символ того, что он должен устранить и покончить со всем прошлым, что вело его на разрушение. Второе, смерть символическая говорит о том, что он готов начать новую программу жизни. И третье, это возрождение. Возрождение это уже как бы прорастает зерно на новую жизнь, новые привычки, которые уже закладываются для лучшей, здоровой и счастливой жизни. Первое, это осознать, второе, это умереть, и третье, это восхождение на новую жизнь. Если человек готов, если человек готов, сотрудничает, единственное исцеление духа, души и тела, это когда человек сознательно начинает вкладывать свое здоровье и сеять новые семена. Здоровье, счастье, процветание. Я полностью согласен, на самом деле, в общем-то, мы постоянно в наших программах об этом говорить, я очень говорим, я очень рад о том, что мы с вами говорим на эту тему, поскольку не так много будем говорить прямо докторов, я имею ввиду обычных, современной нашей, дорогой, в полном и переносном смысле этого слова, медицины, которые говорят о том, что нужно менять наше мышление, а именно там наши все корни, и гораздо проще взять что-то такое там, ну, отрезать, пришить, или дать выписать какие-то лекарства, гораздо сложнее заставить себя поменять то, что неправильно, вот, ну, вот, будем надеяться о том, что наша программа этому будет способствовать, люди будут задумываться, на самом деле, очень много отликов, конкретно в нашей с вами программе, и потому что, в общем-то, вы относитесь к тем врачам, которые лечат не только практически говорят, как надо учить, как надо жить, на самом деле, в общем-то, доктор, он и есть учитель, он учит, как правильно жить, я хочу, сейчас обращаясь к нашим радиослушателям, сказать, напомнить точнее о том, что доктор Увадов врач с более чем 40-летним стажем, опытом работы, и очень востребован не только в Соединенных Штатах, но и за рубежом, в частности бывшем Советском Союзе, на территориях бывших союзных республик, Россия, Украина и других республик, где он часто посещает эти страны и дает рекомендации, дает советы, и очень многие люди обращаются, и я вот читаю отзывы, они настолько все позитивные, положительные и оптимистические, что, конечно, это радует. Если, дорогие друзья, вы хотите поговорить с доктором Увайдовым и задать ему какой-то вопрос, обратиться к нему с просьбой о оздоровлении, об исцелении, поскольку лечение это вопрос сложный, что подразумевает с подлечением, то, пожалуйста, мы можем вас соединить с доктором Увайдовым, или вы его можете напрямую как-то так с ним договориться, во всем случае, ко мне обращаются люди, я их посылаю напрямую к доктору Увайдову, и одна из книг, которую он написал, которая стала бестселлером, это «Победа над раком». Вот, так что есть огромный материал, сейчас он существует в электронном варианте, пожалуйста, обращайтесь, и вы получите эти материалы. Доктор, большое спасибо за эту очень интересную программу, и за советы, которые вы даете, в частности, мне, я ими пользуюсь, я неоднократно об этом говорил, ну, и мы, наверное, с вами расстаемся на какое-то время, пока не будет связи в том месте, куда вы едете, опять же, консультировать людей, это другая страна, не Соединенные Штаты, правильно, да? да, хорошо, тогда еще раз спасибо большое за эту программу, и вам здоровья в первую очередь, удачи, поскольку будете здоровы вы, будем здоровы и мы, спасибо. Удачи всем, до встречи. До встречи, всего доброго. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok